В начале прошлого века здесь, на городской тогда окраине, был комплекс из шести зданий винного завода. Теперь вокруг одна за другой вырастают высотки будущего жилого комплекса. А вот старинных зданий становится меньше. Не так давно два из них, входящие в список памятников культуры, исчезли без следа. Краевед и общественник Данил Дегтярёв возмущён. Снос памятников, находящихся под охраной государства, запрещён законом. У застройщика другое мнение. Они находятся на охране, их никто не снимал. Ведутся работы по воссозданию на их месте и останутся они памятниками. Мы о разном говорим. Поводом для встречи стала публикация на одном из информационных сайтов, где Дегтярёв буквально обвинил застройщика Андрея Комякова в том, что тот уничтожил старинные здания, чтобы заменить их новоделами. Бизнесмен уверяет, оставлять строения, как есть, было нельзя. Они попросту рушились. Кроме того, их много раз перестраивали, а они утратили историческую ценность. Потому и решено было одни здания реконструировать, а два попросту снести и построить заново под старину. После многих экспертиз Алтая Хронкультура выдала разрешение на эти работы. Если разрешение на проведение работ по воссозданию, воссоздание подразумевает разбор, я вам альбом на снос представил, ну я варвар или я работаю по закону. Архитектор Екатерина Шаповаленко уверяет, в итоге получится уютный квартал, сочетающий здания современного и старинного типа. Но Данил Дегтярёв напоминает, здания, находящиеся под охраной государства, сносить категорически нельзя. И в ответ на разрешение на снос, выданные Алтая Хронкультурой, показывает ответ на запрос в ту же Алтая Хронкультуру за подписью в Рео начальника управления Александра Урбаха. Ответ Урбаха означает, что пять зданий, ну шесть с жилым домом, которые за пределами строительной площадки, шесть зданий являются памятниками. Но это же самое управление фактически разрешило из шести зданий два уничтожить и на их месте создать, ну сами понимаете, да, новые здания. По словам Дегтярёва, к застройщику он больше претензий не имеет. Тот действительно действует по закону. Разрешение-то есть. Зато к Алтая Хронкультуре у него теперь много вопросов. Застройщик же, тем не менее, подумывает о том, чтобы подать на общественников в суд за моральный ущерб. Словом, новая история только начинается. Илья Кочетков, Павел Лаурнин. Наши новости.